Привет, мужик! Закончился второй сезон сериала про супергероев пацаны, но Wargaming и Amazon продолжают свое сотрудничество, а это значит выходит новый набор про супергероев от Amazon Prime, в котором вы гарантированно получаете уникального командира супергероиню Maeve, эксклюзивный супергеройский 2D стиль под названием Королева Maeve. Премиум аккаунт, 10 задач на x5 опыта, медаль супергероя, а также 2 награды на выбор, премтанки в аренду 8 уровня SOMOSM, а также Суперпершинг, премтанк 7 уровня ИС-2, премтанк 6 уровня Шерман Лоза и все это с возможностью выкупа со скидкой, 10 чертежей или 5 задач на x5 опыта. Более подробно о пакете Amazon Prime можно ознакомиться на моем сайте naryu.g в описании или первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Хоба! Приветствую всех подписчики и новые зрители! Вы на канале naryu и сегодня я хотел бы рассказать вам свои первые впечатления и первые ощущения от новой премиумной ПТ-САУ в британской 8 уровне под названием XOR 1008. Большинство блогеров, когда им задавали вопрос, слышь, а что будет выпадать из коробок, они говорили, вот будет выпадать им баг XOR 1008, вот ради него, в принципе, я и буду открывать коробки. Я же, типа, такой, а что это за танк вообще такой? Вообще ничего о нем не читал и ничего не знаю, поэтому сейчас буду рассказывать свои первые впечатления и первые ощущения от данной премиумной ПТ-САУ. Посмотрим вообще, в принципе, на что она способна в прямом эфире в лайв-режиме и дам вам, соответственно, конечный фидбэк. Вообще, следует ли покупать коробки ради этой ПТ-шки, либо вообще стоит забить и, возможно, сориентироваться на что-то другое, иное. Возможно, на праздничный календарь, который у нас там будет. Возможно, там будут какие-нибудь интересные премины, которые лучше узнать. Опять же, я не знаю, давайте все смотреть. Я уже поставил сюда различное оборудование, поставил я сюда трофейную вентиляцию, также инструкцию на вентиляцию, улучшенные механизмы поворотов, а также точность. Потому что, посмотрел, что у нас здесь стоит 105-мм пушка, у которой 226 мм бронепробития основным бронебойным снарядом, 321 мм бронепробития голдом подкалиберным снарядом и еще 320 альфа с выстрелом. Казалось бы, это ПТ-САУ 320 альфа с выстрела. Что? Вы пытаетесь меня надурить? Там у ИСухи 750, у Скорпа 490, 530, у той же самой СУ-130ПМ. Но! Здесь барабан на 4 снаряда, 2 секунды между снарядом и перезарядка, и барабан у нас здесь от ТВП 10 уровня. ТВП Т-50-51, 1280 урона с барабана, который разряжается за 6 секунд! 6 секунд, 1300 урона, и вы уносите любую другую ПТ-САУ, любую другую почти СТ-шку, просто с барабана в нулище. Плюс еще ко всему, здесь хорошая конечная точность, учитывая то, что я сюда поставил уже улучшенный прицел. У нас тут точность становится с 0.34 до 0.27 апается. Итогово мы имеем точность здесь, такую же, как у стокового гриля 15-го. Это не может не радовать, это значит, что тачка будет точной. Насколько у него хорошая стабилизация, я не знаю. Но здесь башня у нас поворачивается на 360 градусов, как у Скорпиона Г, это значит, что стабилизация не должна быть очень хорошей, потому что у нас и так есть преимущество по башне. Именно поэтому я сюда поставил улучшенный механизм поворота, вот трофейный. Вот, что еще следует сказать? Углы вертикальной наводки у нас вниз минус 11 градусов. Это вам будет позволять играть вообще от любых рельефов местности. И вы, по сути говоря, представляете что-то вот между ТВПшкой, СТБшкой, ПТшкой. И плюс вы еще ездите быстро, потому что у вас здесь 60 км в час максимальная скорость вперед и 17 км в час назад. Но слабоудельна мощность двигателя. Можно, конечно, пожертвовать точностью. Вместо нее поставить турбонагнетатель, тогда вы будете ездить быстрее, тогда вы будете быстрее забирать позиции. Но, по моему мнению, здесь самое важное это разрядить барабан, потому что у вас здесь перезарядка барабана 39,5 секунд. Это очень долго и барабан нужно выдавать качественно. Поэтому я все же здесь заточу все на точность. Живучесть у этого танка тоже присутствует. Он не пробивается фугасами, вот в лицо. У него здесь 152 мм бронирования башни. Башня под определенными углами, возможно, не будет пробиваться. Точно так же, как и верхний бронелист, который имеет бронирование 99 мм. Танками шестого уровня, некоторыми семерками. Хорошая незаметность в 40%, в неподвижном состоянии 25% движения. Их хороший стоковый обзор в 370 метров. Ну, явно лучше, чем у защитника. Явно лучше, чем у какого-нибудь там ИС-3 с мамки на зарплатке. Итогово, с хорошим набором перков оборудования вы будете неплохо светить, неплохо ездить, неплохо стрелять. Но как оно будет все вот на самом деле, я не знаю. Поэтому давайте отправляться в бой в прямом эфире, в лайф-режиме. Это все смотреть. На что способна данная ПТ-САУ? Итак, первый бой. Попадаем мы на карту Жемчужная река. Это стандартный бой. Играем мы здесь, в топе списка. Вот, большинство танков, естественно, седьмого уровня. Нам повезло. Естественно, подкруточка работает. Видеозапись идет и идет. Все отлично. Вот, и мы, короче говоря, едем направо. Будем там играть против вражеского, скорее всего, ИС-М. Учитывая то, что у нас здесь высокая максимальная скорость, мы можем постараться сыграть вообще, в принципе, как средний танк сейчас. И постараться развалить кого-нибудь от угла вертикальной наводки. И плюс дополнительно раздать свой первый барабан. Посмотрим, у нас это вообще, в принципе, выйдет или нет. Сразу же обращайте внимание на стабилизацию этого танка. Насколько она хорошая или плохая. Итак, смотрим. Стаба. До старта боя секунда. Стаба. Слышь, а стаба хорошая. Стоп, а стаба хорошая. А, стоп, ну я еду медленно, да? Так, ну стаба. Не, ну стаба, как для ПТ-САУ, в принципе, норм. Получше, чем у Скорпиона. А, нет, смотри, я уже разгоняюсь до максимума. Ну, я не знаю. Ну, блин, ну сложно сказать. Не, ну, в принципе, как для ПТ-САУ, вроде бы норм. Ну, мне недостаточно. По моему мнению, как бы слабо. 60 я свои набрал. Еду быстро. Еду быстро. Забираю позицию. Я первый, скорее всего, буду. Главное, там против СТ-шек ни на каких не наткнуться. Будет хорошо. Блин, клево будет, если я подловлю какого-нибудь пацана, типа П-43. Раздам у него барабан, и он сдохнет. Кстати, подожди. А вот СОР. Я убил с барабана только что такого же КСОРа, как и я. Правда, у него Альфа была повыше. Ну, неплохо. Только я ББшками стрелял, а он нет. И у него Альфа выше вылетала, чем у меня. Но я убил с барабана другую ПТ-САУ. То есть, вот, ребят, то, о чем я вам говорил. Вот плюсы главной этой ПТ-шки. С барабана можно просто взять и унести танк. Да, но в то же самое время я попался против такого же танка, и он меня тоже с барабана унес. Опять же, на это нужно обращать внимание. Надо сейчас просто аккуратнее отыграть, потому что у меня все же барабан, и его можно качественно разрядить. Скорость полета основного бронебойного снаряда 1066 метров в секунду. Скорость полета голды у нас здесь 1400 метров в секунду. Это быстро. Это очень быстро голда у нас тут. Подожди, я ИСа второго вообще могу убить с барабана, по идее. Так, этого ИСа второго раздамажили. Тут ИСМ и Крайстер ГФ. ВКшка там еще стоит. Хочу попробовать. Ну, я просто беру и вырезаю целый танк с барабана. 200 урона уже дал. Главное, что порта меня не уничтожила сейчас. И сыграть надо максимально аккуратно. Потому что арта, естественно, может убить. Так, окей. Два танка я убил уже. А, стоп, я не убил ИСа второго. Его кто-то подсосал у меня. Да, его кто-то подсосал у меня. Сейчас надо аккуратно сыграть. Так, ну вроде бы с этой стороны никто не едет, поэтому я сам сюда поеду. Ну, пока, пока. Блин, ну видишь, это опять же не объективно. Там Ксор вражеский играл на голде. Я его, конечно, убил, вражеского Ксора, да? Но я всех ХП лишился. То есть против такого Ксора, конечно, нужно играть аккуратно. Он тебе может реально все лицо разбить. С одного барабана, и ты отправишься в помойку. Поэтому давайте играть аккуратно. Так, там Тигр первый, он зажат. П-43. Ну, тут КВ-5, он узнал, выезжает. Не, стабилизация неплохая. Как для ПТ-шки, такого уровня, я думаю, стабила, она не дерьмовая. Нормальная. Так, здесь 274А. И в него сейчас будут въезжать. У меня арта убить может. Этого я убил. Так, теперь сейвимся. Главное, от арты не сдохнуть. 3 200 урона дал. Блин, это, конечно, очень круто. Вот, вы только посмотрите. Я сейчас убью 274А. Это премиумный танк за марафон, у которого лютейшая, лютейшая скорострельность. И я его просто в нулище осикал. Я уже дал 3 200 урона. Блин, у меня аж сердце начало биться. Я думал, я реально сдохну. Потому что это непривычно, когда у тебя есть такой жесткий барабан. С такой перезарядкой быстрой. И тебе непривычно его настолько быстро разряжать. Я боюсь выезжать дальше там на П-43Т, потому что если я сейчас на него выйду, то скорее всего меня убьет артой. Хотя там Крайслер стоит, в него вроде бы там кто-то упарывается. Но я не хочу против П-43Т ехать драться. Я вообще, наверное, лучше на базу вернулся бы сейчас. И там бы аккуратно сыграл. Там Челленджер. Я думаю, Челленджер поедет по восьмой линии, и я его там могу законтролить. Да, я, наверное, буду спускаться и буду контролить этого Челленджера. Постараюсь его подловить здесь. Я его убиваю с трех выстрелов. А, он меня с вертухи забрал. Он меня с вертухи забрал на полном ходу, но я б его убил. Ну, я от башки стоял. Я думал, я его однозначно убью, но, к сожалению, у него вертуха залетела, и он меня разобрал. Но четыре косаря урона я выдал уже. Давайте отправляться в следующий бой. Не будем мы тут долго затягивать, в принципе. Пока-пока такие первые впечатления. Во-первых, нельзя ввязываться жестко в перестрелку. Нужно ждать, пока твой союзник танканет. Ты быстро выезжаешь, раздаешь барабан, уезжаешь. То есть, скорее всего, ты с этого барабана, когда твой союзник уже танканул, ты будешь просто в нулище убивать какой-нибудь танк вражеский. И это будет для тебя просто, ну, как я не знаю, там, пукнуть в воду. Итак, ребят, вот так заканчивается у нас первый бой. Сыграл я на 3935 урона. Это первая степень. Вот. Правда, какая-то странная музыка у меня играет сейчас. Вот. Дал я 3900 урона. Нафармил я 101 тысячу серебра. Плюс дополнительно, там, за достойное сопротивление дали и новогодний бонус. В принципе, неплохо. Поехали в следующий бой. Посмотрим, вообще, в принципе, что эта тачка вообще может у нас делать. Может быть, попробуем настрелять каких-нибудь тысяч шесть урона. Мне кажется, она вполне себе может выдавать такие показатели. Оооо! Вообще здорово! То есть, сейчас я попадаю на карту Штиль. Штиль. Одна арта всего лишь. Играю я против толпы тяжей. Это ИС-3, ИС-6, два Бизона. Они будут, скорее всего, ехать куда-то в сторону квадратов А1, А2, А3. Вот этого вот треугольника возле Титаника. Там, где обычно тяжи бодаются. А я постараюсь в свою очередь... Блин, у меня, конечно, очень сильно отсвечивает тут из-за того, что ярко. А я, в свою очередь, постараюсь раздать по ним свой барабан. Да, давай попробуем. Так, можно попробовать зарядить вообще, кстати говоря, голду. Но я думаю, не имеет смысла, потому что я буду по бортинами стрелять. У врагов тут два Ксора есть. Есть один Бураски. Есть два Бизона. Я понимаю, пацаны уже коробочек понапокупали. Вот. Ну, естественно, мы едем вперед. Мне нужно поехать вперед. Вот, блин, ну пропускайте меня, ПТ-шки, вы ж кемпите. А я, наоборот, я типа как средний танк играю. Это реально? Ну, вот этот Ксор, он как примерно средний танк. То есть он очень быстрый, ездит быстро. Примерно как Скорпион. И Гриль-15 сыграется. Поддержка средних танков. Ну и плюс как дополнительная ПТ-шка. Так, ну ЛТ-шек нет здесь. Один Бизон, кстати говоря, проехал уже. Там мышей что-то стоит тупит. Но нам тут надо... Ну зачем ты так делаешь, брат? Ну, чел. Берет меня, перекрывает. Но я тут пока никого не могу. Так, этому дал. И там еще Бизон, кстати говоря, слева. Надо поехать его убивать. Так, давай, короче, поедем на этого Бизона. Я помогу своему ИСу-3. Перезаряжаемся пока. Блин, ну конечно, это 2-7-4А, так ему и надо. Вот сдохни. За то, что ты мне мешал играть. А я должен был нормально раздать барабаны. Свои первые. Так, ну Бизона, по идее, я должен нормально таки убить. Потому что у него долгая перезарядка между выстрелами. И плюс дополнительно у меня есть возможность снести ему почти половину ХП. Ага. Тут Бизон, короче говоря, отыгрывает. Ну я раздал барабан, здорово. Так, раздал барабан в борт. Бизон плохо танкует от Бортины. Это видно. И сейчас нам нужно будет его как-то пропушить. Но вот говорю, главное преимущество этого танка это барабан. И этот барабан, ну не просто жесткий, он лютый. У этого танка реально лютый барабан. Так, я вот не знаю. Бизон, он скорее всего кадешится уже. И у него сейчас очень долгая перезарядка первого снаряда будет. И Бураск сюда ездит уже, да? Наверное, встану за контролью его. Так, этого я пацана снял. Сразу же уходим на перезарядку. Ну вот смотри, мне Бурасик дал два выстрела. Два выстрела он мне дал. Получается это 660 альфа. Я ему выдал свои три шота. И забрал этот танк. Причем я могу Бураско забирать фулового. У меня проблем с этим вообще никаких не будет. Сейчас тут СУ-130ПМ будет выезжать на нашего ИСА-3. У меня пока еще перезарядка, мужик. Так что извини, я тебе пока быстро тут не помогу. Надо подъехать чуть вперед. Этого забираем. Сразу же уходим на перезарядку. Ну не буду тупить. Сразу буду уходить на КД. Потому что 40 секунд перезарядки это в принципе долго. Но в то же самое время 3 снаряда оставлять мне как-то не очень хочется. Хотя это имело бы сейчас смысл. Потому что там лентин стоит. 17 секунд перезарядка. СТ-2 уже поджался. И мне сейчас нужно будет вражеских ПТ-САУ здесь снайперить. КСОРа и Скорпиона Г. Я вот правда их не вижу. Они будут подставляться или нет? Плюс там еще одна арта где-то тусит. Не. Лентин уехал. КСОР и Скорпион. Они тоже свалили куда-то. Я их пока вообще не вижу. Так. Ну можно конечно попытаться на другой фланг уехать. Но опять же я не знаю насколько это будет профитно. Ладно. Давайте дальше пропушим. Но пока это ПТ-САУ выглядит очень жестко. То есть за два своих барабана, а барабаны выдаются очень быстро, она выстреливает 2600 урона и это очень много. Это очень много. То есть ловить какого-нибудь врага на перетяжке, когда он ошибся, там танкует неправильно бортом, танкует неправильно верхним бронелистом, ты просто берешь и убиваешь. Вообще без каких-либо шансов на выживание. Ну я-то и по 59-го жду. Так, Сор. У них еще где-то Скорп должен быть. Я наверное два свои снаряда оставлю. Пока что. Я просто Скорпа не вижу здесь. Рядом нигде. Оставлю свои эти два снаряда. Попробую выдать и потом уже дальше разыгрывать. Или лучше перезарядиться. Вот пока честно говоря даже не знаю. Не, наверное лучше оставлю свои два снаряда. Такс. Едем вперед, ищем Ксора. Жаль, что я в него до этого не попал. Своим еще одним шотом. Этого забрал. И тут сейчас Ксор уже будет. Да, вот здесь Ксор. Он меня пытается прочекать. Он меня контролит. Я пока перезаряжусь. Попробую обнаружить Скорпа вражеского. Ага. Вот он Ксор за мной едет уже. Надо постараться уехать отсюда. Не, он меня все равно убивает. Ну ладно. Ну ладно, всякое бывает. Я так понимаю, он прочитал, что у меня нету снарядов. Надо было, значит, перезарядиться и только после этого ехать. Но здесь я уже все равно не настрелял бы урона. Тут у этого Ксора остается буквально маломальский хп. И 416-го, и Скорпион АГ, я думаю, и так и без меня убьют. Ладно, давайте, ребята, отправляться тогда в третий бой. Но пока ощущения таковы, что это очень жесткая ПТ-САУ, которая вливает просто безумно огромное количество урона и может просто здесь хоронить абсолютно всех и вся. Вот, то есть она реально может выдавать колоссальное количество урона. Главное играть аккуратно. Итак, ребят, победа. Это победа. Сделал я здесь 4 фрага. 3 600 урона настрелял. Естественно, блайндосами я ни в кого не попадал. Но так или иначе, получилось очень даже неплохо. Ну, то есть это вот такой стандартный бой для этого танка. При том, что я вот даже получил мастера ни за что. То есть я считаю, я не заслужил здесь мастера, но я его получил. Я получил этого мастера и получил я его вообще в принципе ни за что. Ну, выглядит прикольно тачка. Мне нравится. Мне нравится, как она играется. Но фармит она, кстати говоря, вот не так много, как фармит тот же самый Бизонте С-45. Итак, ребят, я решил специально для вас сыграть еще один бонусный бой, чтобы показать, каким образом играет XOR на своих голдовых подкалиберных снарядов. Вот, у нас тут 1411 метров в секунду. Скорость полета подкалибера точно такая же, как у танков 10 уровня, плюс дополнительно 321 миллиметра бронепробития этим голдовым подкалибером. Сейчас мы играем на карте Границы Империя. Стандартный бой. Опять же, это не запись реплея. Это вот я в прямом эфире в лайф-режиме вам это все записываю, вот это все показываю. Поэтому то, что буду говорить, то, значит, я и буду делать. Ну вот. И, значит, мы анализируем сразу же сетап. Здесь у нас есть Лео, Шкода. Из танков, которые могут быстро приехать с УВНами, это там какой-нибудь Центурион 1, возможно, МХ-4-49. Ну и, короче, Т-30 плюс конь. Значит, здесь мне нужно играть максимально аккуратно. Бой без арты, но здесь на этой карте арта, конечно, и не сильно решает. Мне нужно сейчас играть, наверное, в качестве танка среднего, танка поддержки. И постараться, я думаю, приехать в квадрат какой-нибудь J2 и оттуда раздать свой барабан по перекату. А может быть, попробовать заехать вообще наверх. И там раздать свой барабан. Я вот не знаю, как, конечно, грамотнее и лучше будет. Ладно, давай, наверное, все же наверх заедем. Как Лора. Но смотри, я по скорости не отстаю от той же самой ФВС-4202. Ну, по прямой, естественно. В горку я буду отставать, потому что у меня двигло не такое мощное. Да, меня тут уже и УДИ-16 обгоняет. Здесь у меня ЕЛС-7-90. Как-то убили, вообще непонятно даже как. Скорпион Г. Сразу же поджимаемся под дальний камень. Я хочу очень сильно просто показать, каким образом вообще, в принципе, XOR воюет против девятых десяток. Мне просто самому интересно. Центурион первый. Давай мы, короче, вот здесь в уголочке. Раздадим барабан в него. Так, отлично. Барабан раздал. А, он на спине, тут говно всякое вылезает. Едет. Так, надо кодешиться. Я раздал фул барабан. Вот. Вроде бы Шкоду мы отогнали, а вот Бураск не ясно. Он будет ехать вперед, не будет ехать вперед. Так, сразу же смотрим на миникарту. Лев у нас, получается, поджался и будет контролить нас. MX-M4 с конем находится на первой и второй вертикали. И нам сейчас нужно будет, короче, с моим союзным Удессом убить Бурасика и Шкоду Т-50. Это будет клево, если у нас это получится сделать. Плюс у нас там кимпа неплохая. А, у нас там отстреляли Скорпиона Г и 257-го. Поэтому, ну, возможно, не все так гладко. Давай я тебе помогу вперед есть. Тут меня засветили. И кто это сделал? У нас пацан не хочет играть здесь агрессивно, да? Давай я тебе прикрою. Вот сюда, поехали? Поехали. Блин, ну мужики, ну вы решитесь, вы едете или не едете. Просто если вы не едете, то нам жопа здесь будет. А надо ехать, как бы. Как бы надо, как бы надо. Так, ладно, короче, давай тогда сыграем чуть-чуть по-другому. Мы, короче, сейчас пропушим этого льва в лицо. Постараемся уничтожить этого льва. А, там Шкода стояла. Да, я, наверное, пропушу этого льва сейчас в лицо. Его быстро убью и откачусь назад. Да, я приму, скорее всего, один выстрел, но это будет, скорее всего, оправду но. Потому что мы тогда освободим здесь целое направление. Так, льва я уничтожу. 1700 урона у нас есть. Он меня фугасом стрелял, но, естественно, не пробил. Так, можно, конечно, было бы в жопу заехать тут вражеской команде. Но я не уверен, что это правильно будет. Если мне поможет мой союзник, то тогда будет здорово. Но мне кажется, что сейчас в спину уже будут там контролить разные другие пацаны. Типа Скорпа, Г. Вот этому пацану помощь нужно попросить. Не, наверное, я все же, да, в спину заеду. Перезарядил я барабан. Попробую сейчас в спине убить Скорпа, Г. И леопарда. Апа, Удис. Этого убил. Тут у меня ФВХ. 2700 урона я уже дал. Нужно теперь камбэкаться назад. Так. Давай думать головой. А не головкой. После литроводки. Тут у нас Скорпион Г. И он будет играть против Леопарда. Точнее, с Леопардом. Я сейчас перезаряжу свой барабан. 704 фульный. Там Бураски еще стоит. Мне бы как-нибудь убить этого пацана на Леопарде. А Леопард сюда уже подъехал, кстати говоря. Это плохо. Отлично. Вот он барабанг Сора. Вот он православный барабанг Сора. Который реально помогает рвать всех в щи. Так. Отлично. Пока все очень даже здорово. Теперь нужно ехать на 704-го. Его постараться убивать. 704-й здесь агрессирует. М103-й ему дает выстрел. И мне 704-й на барабан. Так. Отлично. М103-й, по идее, должен еще один выстрел дать. Если он как бы не затупит. Да, он затупил. Надо было ему чуть агрессивнее проехать. И дать просто на верочку 704-го выстрел. Также не светится еще 257-й у врагов. Отлично. Перезаряжаемся теперь на ББшке. И 257-й мы видим с другой стороны. Блин! Как же жестко этот Ксор тащит. Бои, мужики. Это просто жопа жопская. Это просто настоящая вакханалия. Как же он рвет. Твою же шмать. Просто дичь-дичайшая. Он просто ездит как СТ-шка и разрывает всех в щепки. Аааа, поджег! Нет! Я должен был сейчас проехать. Ты юша тим! Я должен был сейчас проехать и убить этого 257-го в борт. А он меня в лоб поджег. Кстати говоря, по всей видимости, у этого танка топливные баки находятся в лице. Раз он меня поджег, кумулятосом сразу же в лицо. Как раз таки. Так, ну, нашим союзникам нужно ехать в базу. Блин, я ехал за своим воином. Надо было подождать, пока он отстреляется. И после этого заезжать, походу, в бортину, разряжать свой барабан. А так говно получилось. Блин, я мог бы реально сейчас накидать еще плюс дополнительный... Сколько у меня урона? 4 248. То есть я бы сейчас мог дать еще плюс 1300. Это было бы 5 500 и 6 фрагов. Это, возможно, был бы даже рекордный бой. Потому что я сейчас убивал условно одних девяток. Это было бы клево. Ой-ой-ой, Бизон сейчас погибнет. Не пробивает в НЛД, попадай. Давай-давай, Бизон. Танкует Бизон. Ой-ой-ой, прям танки-то как рвут. Как рвут же они. Так, два баншота осталось. Ладно, давайте не буду затягивать. Я думаю, наша команда по-любому должна победить, потому что Батчат Бораско остался. Плюс ИС-3, вариант 2. Буквально они на фугасы. И будем смотреть результаты боя. И вот так заканчивается данный бой. Получил я медальку мастера, естественно. Получился бы, наверное, у меня супер какой-то рекордный бой. Он как бы и так рекордный. Но так бы получился еще более рекордный бой. Настрелял я 4300 урона. Да, с голды. Да, естественно, вот это вот все то самое. Но зато 17 попаданий, 17 пробитий. И еще, если бы меня не подожгла вот эта вот бомжиха на 257-м. Которая единственное, что дала, это парочку выстрелов, в принципе, за бой. То я бы еще больше. Я бы 5500 тут накидал. Плюс куча бы серебра еще зафармил. Потому что я на ББшках был. Короче, Ксор-тачка. Годная. Мне она очень сильно понравилась. У нее есть харизма, у нее есть нечто такое, знаете, прикольное, уникальное у этого танка. Что тебя как бы заставляет, ну, его полюбить. Вот этот вот барабан, когда ты даешь 1300 урона и потом улепетываешь просто по всей карте. Это, конечно, прикольно. Прикольно. Вот. Танчик годный. Танчик интересный. Стоит ли он того, чтобы за него потеть? Да, стоит. Это интересная машина. Фармит хорошо за счет барабана. Как раз таки, то есть, буквально 2 барабана даете, уже отбиваете абсолютно все. А 2 барабана дать максимально просто. Вот вы стоите, даже если на кимпе, даже для самого простого рака игрока, стоишь на кимпе, просто выдаешь свой барабан. В кого-нибудь, кто подставляется. Если ты как бы более опытный, то враг разрядился, ты в него вышел. Раздал, соответственно, урон с барабана. Закатился обратно. Можешь играть как СТ-шка. Танк универсальный. УВН есть, скорость есть, барабан есть, пробитие есть, урон есть. Как бы, что еще надо? Да, ДПМа нету большого, но черт возьми, он тут и не нужен. Этот фарм... Этот танк фармит не за счет ДПМа, а за счет как раз таки единоразового урона с барабана за короткий промежуток времени. Если вам понравился данный видеоролик, мужики, не забывайте, пожалуйста, прожимать лайк, также подписываться на канал. С вами был Ниарью и... С новым наступающим 2021 годом!